13 мая 2020 года мир увидел одну очень интересную и перспективную технологию, которую мы будем рассматривать в данном видео. И технология называется DEN, на сайте которой я сейчас и нахожусь. Что это за новая технология, почему стоит обратить на нее внимание и что вообще с помощью нее можно делать, вы как раз таки узнаете из этого быстрого курса. Поэтому давайте начинать. И в первую очередь давайте поговорим, где я вообще сейчас нахожусь. А нахожусь я на официальном сайте технологии DEN, это deno.land, такое интересное у него доменное имя. И сразу же мы можем видеть здесь описание того, что же это за технология. Это защищенный, рантайм для JavaScript и TypeScript. Возможно вы уже где-то слышали подобную схожую запись и давайте посмотрим, а где мы могли действительно ее видеть. Для этого мы можем перейти на сайт Node.js, вероятно вы уже знакомы с этой технологией. Кстати, если нет, то у меня на канале есть полный курс по Node.js, где вы можете посмотреть, как вообще с ней работать. И если мы переходим на сайт Node.js, мы здесь видим очень схожее описание, что Node.js это JavaScript runtime, который был построен на Chrome V8 JavaScript движке. Кстати, текущая версия это 14.3, которой можно уже пользоваться. И более того, если мы даже обратим внимание на название Node и DEN, то увидим тоже много пересечений. Короче говоря, на самом деле DEN название это анаграмма к названию Node.js, то есть DEN составлена из тех же самых букв. И это действительно так, потому что DEN очень схожая технология, что и Node.js. Более того, она была сформирована тем же самым Райаном Дайлем, который в свое время произвел бум, когда сделан Node.js. И сейчас, в 2020 году, спустя 2 года разработки, он выпускает новую технологию, первая версия. Она еще, конечно же, не в своей финальной стадии, она еще будет разрабатываться. Но, тем не менее, уже мы можем с помощью нее создавать очень прикольные, интересные вещи, можем ее пощупать. Поэтому этим мы и займемся в данном ролике. Значит, по сути, DEN, как и Node, это JavaScript Runtime, и оба они были построены на Chrome B8 движке. В чем заключается отличие DEN от Node? Мы можем, кстати, почитать это прямо на официальном сайте. Ну, во-первых, разница заключается в том, что если Node была написана на C++, то DEN использует как обертку язык Rust. И, как я понимаю, в дальнейшем он также будет его использовать. Более того, в описании к DEN мы видим слово Secure, что означает защищенный. И действительно, если Node.js процессы мы можем запускать просто как угодно, то у DEN есть полноценная система, которая позволяет защищать ваши скрипты. И позже по видео мы об этом подробно поговорим. Также ключевое отличие DEN от Node заключается в том, что помимо того, что DEN может работать с JavaScript, он также из коробки работает еще и с TypeScript. То есть вам не нужно делать никакие дополнительные плагины. Все будет работать прямо из коробки, и тоже мы с этим разберемся. Дальше на официальном сайте мы можем посмотреть описание, способ установки. Но перед этим я бы хотел обратить ваше внимание на статью, которую я нашел на сайте FreeCodeCamp, где очень круто и интересно рассказано про то, что такое DEN и как начать с ней работу. То есть некоторые примеры я даже брал отсюда. И давайте посмотрим. То есть ссылку на эту статью я оставлю в описании к ролику. Здесь я просто хочу подчеркнуть некоторые вещи касательно DEN. То есть здесь есть поле, что такое DEN. И давайте посмотрим, что во-первых. Он базируется на самых последних, самых современных фишках JavaScript. И в этом вы тоже убедитесь, что здесь мы будем использовать стандарт ES2020. У него есть богатая, расширяемая стандартная библиотека, то есть определенные модули, которые входят в ядро DEN. Он поддерживает TypeScript, ровно как и JavaScript. То есть, как я и говорил, не нужно использовать никакие дополнительные для этого инструменты. DEN в отличие от Node.js использует не Common.js, то есть не Syntaxes, например, Require или ModuleExports. Он использует Syntaxes ES модулей, это Import, Export и так далее, что довольно-таки удобно. Ключевое отличие DEN от ноды заключается в том, что у него нет Package Manager. То есть, NPM он не использует, и как он работает с зависимостью, мы также разберемся. Очень прикольная штука является то, что у него есть First Class Await. То есть, вы увидите на этом простом примере, но если вы находитесь на верхнем уровне какой-либо функции, какого-либо кода, то вам не нужно писать Async, как мы это делаем в JavaScript. Вы можете просто писать Await, что тоже позволяет писать более плоский и красивый код. В DEN встроена возможность тестирования, и тоже мы разберемся внутри этого видео. И более того, DEN построен таким образом, что он обратно совместим с браузерным API. Конечно, не полностью, но, допустим, в DEN присутствуют такие функции глобальные, как Fetch или глобальный объект Window, что довольно-таки нетипично для серверного языка. Дальше в статье есть тоже много чего полезного. То есть, написано, предыстория небольшая, что Райан в 2009 году создавал ноду, потом он начал пересматривать концепт ноды, понял, что у нее есть некоторые проблемы, которые он бы хотел разрешить, и вот он два года работал над DEN, и сейчас он его выпустил. Нужно ли нам вообще учить DEN и заменит ли это Node.js? Ну, учить DEN, безусловно, можно, во всяком случае, даже в плане развития, потому что это довольно-таки интересная технология, она использует JavaScript, то, что мы любим. Но при этом говорить о том, что DEN сразу же заменит Node.js, некорректно, потому что Node.js — это огромная-огромная инфраструктура, которая развивалась с 2009 года, в ней присутствует большое количество фреймворков, наработок, библиотек, и очень большое количество сайтов или каких-то сервисов используют ноду, поэтому нет. Node.js в ближайшее время никуда не уйдет, и DEN просто будет дополнительным инструментом. Более того, вероятно, что рано или поздно они, DEN и нода, как-то совместятся, потому что, безусловно, в DEN присутствуют крутые элементы, которые было бы неплохо внедрить в Node.js, и, возможно, они просто будут работать как-то совместно, но это мы увидим позже. Значит, поддержка TypeScript. Есть некоторые различия между Node.js, то есть схожесть какая, что они оба написаны на V8 в движке хрома, они оба позволяют работать с серверным JavaScript, ну и есть различия, что ноды написаны на C++, DEN работает на Rust и TypeScript, у DEN нет Package Manager, в данном случае NPM, ну, про синтаксис экспортов и импортов мы говорили. В DEN присутствует крутая стандартная библиотека, которая, кстати, в своем ядре использует промисы, а, например, не callback, как это было в Node.js. Ну, на дворе уже действительно 2020 год, и пора бы уже от callback уходить там, где это возможно. В DEN присутствует security слой и прочие плюсы. То есть на этом я предлагаю перестать читать статью, больше я хочу вам показывать, но, тем не менее, ее я привожу в описание к ролику, потому что здесь можно найти много интересной и полезной информации. Теперь, как нам начать работу с DEN? На самом деле на официальном сайте мы можем упуститься немного ниже, тут есть поле Installation, и видно большое количество различных способов, как вы можете это сделать. То есть если вы работаете, например, в Mac или Linux, то вы можете просто через Curl установить DEN. Если вы работаете на Windows, я, естественно, это не проверял, потому что у меня не винда, но я думаю, что через PowerShell это возможно. Также хороший способ это будет чоколейт на Windows. Я же установил DEN с помощью Homebrew. И после того, как вы установите DEN, кстати, здесь вы можете еще посмотреть дополнительные опции того, что можно с этим сделать, вы можете открыть любой терминал, и ровно как вы работали с Node.js, то есть, допустим, если написать здесь Node, то мы попадаем в такой консольный редактор, где мы можем выполнять какой-то JavaScript, например, писать консоль log1, и мы здесь получаем 1. Значит, выходим с помощью Ctrl-C. И для того, чтобы начать работать с DEN, по сути, мы также можем написать DEN, нажать Enter, и тоже мы здесь попадаем в эту консоль. Значит, как я и говорил ранее, DEN использует JavaScript, поэтому здесь мы также можем писать JavaScript. То есть, если я напишу здесь 1 плюс 1, ожидаем, мы получим 2. Либо если я напишу консоль log, допустим, 42, то мы также получаем 42. То есть, здесь мы не видим никаких больших отличий. И DEN позволяет нам работать с JavaScript, но это не очень интересно. Интересной фишкой DEN заключается то, что мы можем запускать различные скрипты, причем любые скрипты, которые находятся на удаленном сервере. И как это применяется в практике? На самом деле, на официальном сайте уже есть пример того, как мы можем начать работать с DEN, и здесь есть вот такая строчка, где мы видим, что мы обращаемся к DEN, дальше запускаем скрипт run, то есть его команду, и дальше говорим, по какому адресу нам необходимо запустить скрипт, откуда его взять нужно. Перед этим я хочу сказать, что для того, чтобы посмотреть список вообще всех возможных команд в DEN, мы можем набрать команду "--help", да, и посмотреть, что вообще DEN поддерживает. То есть, здесь мы видим неплохую документацию, и видно саб-команды, которые мы можем использовать. В том числе, например, команду run, да, то есть здесь написано, что мы запускаем программу по файл-нейму или по URL-адресу до модуля. Более того, другие команды мы также частично рассмотрим, и давайте попробуем запустить вот этот вот скрипт. То есть я его просто копирую, дальше я очищу консоль, вставляю скрипт, и нажимаю Enter. и в итоге мы получаем вот такую вот интересную конструкцию Welcome to DEN, и здесь мы получаем динозавры прямо в консоль. Значит, как вообще это работает? Ну, во-первых, мы можем посмотреть на этот URL-адрес прямо в браузере. Видим, что это TypeScript, и тут мы попадаем опять же на официальный сайт DEN, где видим тот скрипт, который мы запустили. То есть мы в консоли получили какой-то результат, и здесь мы видим ту самую консоль, которую вызываем. То есть, по сути, дав этот URL-адрес и сказав, что DEN его должен запустить, он нашел вот этот исходный код и запустил его прямо у нас в браузере, точнее, в консоли. Очень интересно. Откуда вообще берутся подобные вещи? Если мы посмотрим на официальный сайт, опять же, то здесь присутствует несколько полей. Например, мануал, где мы можем уже подробно посмотреть на документацию. Она, естественно, еще пополняется. Ну, допустим, мы можем посмотреть на подробное поле Installation, как вообще тут, что с этим делать, настройка environment, первые шаги, то есть вот опять же мы видим все эти консоли логи и так далее. Тут присутствует много чего интересного, например, про тестирование или про стандартные библиотеки. Есть различные версии. И вы можете сами поиграться, посмотреть, что тут вообще для вас интересного присутствует. Значит, я хочу вам показать поле, которое называется Standard Library. И, в общем-то, если перевести с английского языка, то это и есть стандартная библиотека или ядро самого Дэна, то есть то, что мы можем уже использовать. Здесь есть схожий интерфейс, например, с GitHub. И на самом деле здесь присутствуют те стандартные модули, которые создатели Дэна сделали, в общем-то, для самого Дэна. Например, что мы только что запускали. То есть тут присутствует поле Examples, да, то есть примеры. И тут присутствует как раз таки скрипт Welcome.ts, да, то есть это TypeScript. Если мы в него перейдем, то как раз таки видим тот скрипт, который мы только что запускали. Тут также присутствуют и другие различные примеры, которые вы сами можете посмотреть, например, какой-нибудь GIST, да, посмотреть, что он делает. Ну и по сути вы просто копируете этот URL-адрес, вставляете его в консоль и запускаете. Да, то как мы сделали, например, с Welcome. То есть я просто сюда перехожу, копирую этот URL-адрес, пишу dena run, да, и мы получаем тот же самый результат. В стандартной библиотеке присутствует большое количество интересных элементов. Например, мы некоторые из них рассмотрим. Пока что я оставлю эту ссылку. Также здесь присутствует поле third-party modules. Если мы его посмотрим, то мы к нему еще вернемся, то здесь мы можем уже забирать библиотеки, которые готовы для работы с dena, то есть которые не входят в его ядро, но при этом мы можем уже использовать. Мы с ними также разберемся. Но работать только из консоли вообще не очень интересно, да, поэтому давайте попробуем что-нибудь написать прямо в нашем редакторе. для этого урока я буду использовать Visual Studio Code по той причине, что, ну, вы наверняка знаете, да, если вы смотрите мой канал, то что я использую в основном WebStorm. Но так как dena довольно-таки новая технология, то плагины еще под dena в WebStorm не присутствуют на момент записи ролика, а при этом в Visual Studio Code есть. Сразу же рекомендую вам его поставить, то есть мы переходим в Extensions и здесь пишем dena. Я установил первый плагин, у него 20 тысяч скачиваний. Так как у dena есть некоторый специфический синтаксис, то есть характерный именно для этой платформы, то плагин необходимо установить для того, чтобы понимать вообще как все это работает. То есть просто его ставите и дальше я получаю пока что пустой проект, где мы можем немножечко поиграться. Давайте, допустим, начнем с чего-нибудь простого. Я создам новый файл. Допустим, dena. И что нам выбрать? То есть мы можем выбрать либо JavaScript, либо TypeScript. Давайте я выберу TypeScript по той причине, что по умолчанию я могу его использовать. Ну и пока что мы можем для теста написать консоль лог, допустим, какой-нибудь текст. То есть я создам текст, например, hello dena. И этот текст я выведу прямо в консоль. Значит, запускаю новый терминал и здесь я пишу dena run и файл называется dena.ts Здесь тоже есть один ключевой момент и заключается он в том, что в Node.js нам не обязательно было писать расширение файла. То есть мы могли так написать и все было работало. В dena это запрещено. Мы всегда должны использовать расширение файлов. Потому что Ryan Dahl, создатель ноды, говорит, что это большая проблемная зона, когда нода сама определяет, то ли это json, то ли это TypeScript, то ли это JavaScript, то ли это какой-то другой файл. Здесь же мы всегда обязаны написать расширение файла. И если мы нажмем сейчас Enter, то вначале происходит внутренняя компиляция этого файла, потому что все-таки мы работаем с JavaScript в итоге. Потому что TypeScript необходимо перекомпилировать в JavaScript и получаем этот консоль log Dena. Убедиться в том, что мы действительно работаем с TypeScript очень просто, если мы, допустим, здесь напишем типизацию. То есть в JavaScript это невозможно. Но при этом, если мы посмотрим, то все равно получаем нужный нам результат. Тем самым мы доказываем, что Dena по умолчанию свободно работает в TypeScript и это очень круто. Теперь давайте рассмотрим некоторые стандартные модули, которые присутствуют в Dena и я просто покажу, как ими можно пользоваться. Значит, для этого нам придется перейти на официальный сайт, допустим, в стандартную библиотеку. Ну и, например, здесь мы можем посмотреть на модуль DateTime. То есть я в него просто перехожу. Для некоторых из модулей присутствует уже описание того, как этим пользоваться. Ну и, например, здесь мы можем посмотреть, что мы можем импортировать четыре функции. Например, parseDate, parseDateTime, DayOfYear и CurrentYear. Значит, как нам это сделать? Здесь мы можем уже увидеть пример того, как мы что-то импортируем и тут вы можете увидеть большую разницу, потому что если бы мы работали в Node.js, то мы бы с помощью npm установили бы какой-то пакет и дальше как абсолютный путь его бы указали. Что не скажешь про Дэна, потому что здесь мы импортируем прямо по удаленному URL-адресу. И это довольно интересная разница, давайте о ней немного поговорим. То есть для начала я просто возьму, скопирую этот импорт, давайте я создам новый файл, допустим, назову его DateTime. Просто примеры ради, здесь я создам точка JavaScript, чтобы вам показать, что Дэна также свободно работает и с JavaScript. И мы прописываем стандартный ES6-импорт, то есть мы забираем определенные функции из данного URL-адреса. Ну и, кстати, благодаря плагину, который мы установили для Visual Studio, мы можем вот так вот переходить, например. Я это делаю с помощью Command-клика. Значит, открыть. И мы попадаем прямо вот в исходный код этой библиотеки. То есть если мы посмотрим, то вот присутствует экспорт-функция parseDate, присутствуют различные типы, которые мы можем использовать. То есть мы можем просто посмотреть исходный код. И на самом деле это очень круто, потому что, ну, кстати, мы также можем его посмотреть в Visual Studio код, потому что когда мы прописываем подобный импорт, то при первом запуске Дэна берет и скачивает данную библиотеку и кэширует ее. То есть если мы посмотрим, то вот она у меня users, vdln, library, caches, dana, dependencies и так далее. Да, и тут мы можем посмотреть этот исходный код. Вот, если вы запускаете первый раз подобный импорт, то для начала у вас не будет кэша, ну, и для того, чтобы все это скачалось, вы можете просто написать, запустите данный скрипт, то есть run daytime.js. Да, пока он ничего не делает, но так как у меня это уже закэшировано, то у меня он ничего не скачивает, у вас он просто скачает и скажет, что все хорошо. Соответственно, мы такими импортами получаем доступ до вообще исходного кода библиотек, то есть мы сразу же видим, что мы используем, и получается, что вместо централизованного пакетного менеджера NPM, мы теперь получаем децентрализованные библиотеки, которые могут быть написаны где угодно, кем угодно, и мы видим этот исходный код, то есть мы знаем, с чем мы работаем, и на самом деле это очень круто. Это крутой концепт, который мне кажется, что отчасти будет внедрен вообще в текущее сообщество. Мы получаем две функции, давайте попробуем ими воспользоваться, то есть например, вот я закрою, это я закрою, здесь мы, например, можем парсить дату, ну, соответственно, я сейчас просто буду копировать из документации, так как это пример того, как все это работает. то есть здесь мы передаем какую-то дату в строке и говорим, что у нее за формат. Ну, если мы посмотрим в консоли на то, что это такое, сохраним и запустим скрипт, то вот мы получаем уже объект даты, с которым мы можем взаимодействовать. Либо же другая функция парс дейтайм, которая, в принципе, делает схожую конструкцию, только мы еще включаем сюда время и часы, ну, в принципе, время. либо, мы можем использовать вот такие функции, тоже давайте импортируем, можем сразу же импортировать, давайте уберем этот парс дейтайм, можем оставить импорты в таком формате, пока что это не очень красиво, но сейчас я покажу, что с этим можно сделать, ну, и, допустим, вот есть два интересных примера, которые мы можем скопировать, да, то есть я сюда вставляю их, функция day of year показывает нам, какой это день в году, то есть давайте посмотрим, когда я все это записываю, на дворе сегодня 27 мая и current day of year, да, он тоже зависит от того, какой текущий день, да, а этот день зависит от того, какую дату мы сюда передадим, если я сохраню, запущу, вот мы видим, что вообще сегодня 148 день в году, ну, а тот день, который мы передавали, он 70, здесь мы можем видеть вот какую интересную конструкцию, что вообще сейчас импорты у нас не очень красиво написаны, и, ну, по-хорошему нужно их поправить, например, вот так вот сделать, но прикол в том, что в дэна есть встроенные скрипты, которые позволяют нам более удобно это делать, например, мы можем написать следующим образом, дэна, и скрипт называется format, если я запущу этот скрипт, то мы видим, как автоматически применяется Priter, если вы знакомы с тем, что такое Priter, то вот у меня он тоже установлен в Visual Studio код, то есть это просто инструмент, который берет и автоматически форматирует ваш код под определенный стиль, да, то есть просто написав дэна format, мы получаем в одном стиле весь скрипт и это уже встроено в сам дэна, то есть это тоже довольно прикольно. По-моему в ядре своем он как раз таки использует Priter, это инструмент, который делает то же самое в различных вариациях. Окей, то есть здесь мы разобрались с тем, что мы можем импортировать определенные скрипты с удаленного сервера и их использовать. Запоминаем то, что они также кэшируются и естественно на ней каждый раз они скачиваются. То есть тем самым мы можем их использовать ровно как npm пакеты, только теперь у нас нет никаких зависимости, нет никаких package.json, node-modules и так далее. Что мы можем еще делать с помощью Дэна? Давайте допустим посмотрим на модуль http.ts я создам, потому что мы работаем в TypeScript, JavaScript я создал как просто пример. Допустим тоже перехожу в стандартную библиотеку и например тут есть модуль http, который позволяет нам работать с сервером и создавать сервера. Давайте пока пойдем поэтапно. Значит в первую очередь мы импортируем функцию serve из https dna.land дальше мы переходим в стандартную библиотеку модуль http ну и файл называется server.ts откуда мы и импортируем функцию serve. Дальше мы можем создать переменную s и вызвать функцию serve куда мы передадим параметр port ну допустим мы все это будем запускать на порту 5000 и дальше для того чтобы наш сервер он постоянно работал и он обрабатывал входящие запросы здесь мы можем воспользоваться таким новым синтаксисом for await и дальше мы говорим что мы допустим создаем переменную request из как раз таки этой переменной s которая является результатом сервера ну и например здесь мы можем обратиться к нашему request вызвать у него функцию respond у него прописан уже тип что это respond и соответственно здесь мы можем допустим вывести body например если напишу hello dana то есть вы видите некоторую разницу между тем как это было сделано в node.js и как это сделано в dana то есть на самом деле когда мы получаем эту переменную s ее также можно назвать сервер мы пробегаемся асинхронным итератором по данной переменной кстати в своем ядре это используют генераторы и если вы не знакомы с этим концептом то также посмотрите у меня на канале подробный ролик про них то есть пока он не закончится мы будем обрабатывать входящие запросы и на каждый входящий запрос мы будем отвечать строчкой hello dana ну и здесь кстати мы можем написать в консоли какое-нибудь сообщение например сервер has been started on port ну и давайте пока просто захардкодим это все дело на 5000 да и поставим многоточие теперь соответственно мы можем попробовать запустить данный скрипт в консоли я пишу dana run http .ts нажимаю enter и здесь мы видим сразу же уже ошибку давайте почитаем эту ошибку более подробно не написано что в общем написано permission denied что означает запрещено что-либо делать например network access то есть мы не можем получить доступ до network на порту 5000 потому что нам нужен флаг который называется allow net ну и дальше идет код ошибки то есть когда мы пытаемся запустить такой скрипт мы должны напрямую сказать дэну что вообще-то он может запускать данный скрипт и это как раз таки к вопросу о секьюрности то есть мы должны дать ему доступ до работы с сетью поэтому мы пишем следующим образом dana run и после команды run мы ставим флаг allow allow net ну и дальше мы уже говорим какой скрипт нам необходимо с этим флагом запустить например http.ts нажимаю enter и в принципе мы видим похожую запись которую видели и в ноде то есть наш сервер был запущен на порту 5000 если мы посмотрим на localhost 5000 localhost 5000 то вот мы видим нашу исходную строчку hello dana то есть если я увеличу то вот вы видите то что мы здесь и написали если мы посмотрим исходный код значит network сейчас я сделаю масштаб all и если я обновлю страницу то вот мы получаем этот как бы тут убрать как бы расширить переходим localhost да здесь мы видим что мы получаем 200 ответ и в превью мы видим как раз таки эту строчку hello dana что означает что на каждый request в данном случае это get запрос мы получаем этот buddy что в принципе довольно таки круто то есть таким нехитрым способом мы можем создавать сервера прямо из стандартной библиотеки которые присутствуют в dana давайте пойдем дальше посмотрим еще примеры значит я создам новый файл который назову например fetch.ts почему бы и не поработать с typescript кстати сервер я остановлю больше пока он нам не потребуется значит в файле fetch.ts я хочу показать как мы можем сразу же из коробки делать запросы на какие-то удаленные сервера с помощью dana и тут на самом деле все очень просто то есть если вы знаете браузерный API то вы можете в общем-то этим и пользоваться например вызвать глобальную функцию fetch про нее кстати вы также можете у меня на канале найти подробный ролик то есть если вы не знакомы с этим API и по сути метод fetch он принимает себе один основной параметр это url адрес по которому необходимо сделать запрос давайте воспользуемся моим любимым сервисом который называется json placeholder typecode.com что такое json placeholder то это фейковый онлайн rest IP очень удобный сервис давайте сразу же не будем гадать в принципе мы здесь видим как работает метод fetch я скопировал этот url адрес целиком его скопирую значит будет забирать первую тудушку и вставляю ее сюда то есть мы делаем запрос до получения to do и дальше прелесть заключается в том что конечно же метод fetch нам возвращает promise то есть мы можем написать then но мы работаем в стандартном javascript точнее в самом современном javascript и более того как я и говорил в then присутствует top level await то есть мы сразу же можем написать await без всяких осинков и как видите это работает здесь мы получаем некоторый результат давайте назовем его response значит и дальше распарсим response с помощью await response и приведем все это к json и посмотрим в консоль лог на то что такое у нас data значит запускаем denna run fetch.ts здесь мы получаем сразу же ошибку по той причине что denna пытается сделать запрос на удаленный сервер и ему нужен флаг allow.net для того чтобы работать именно с сетью поэтому здесь мы пишем denna run allow net кстати зачем вообще это делается эта секьюрность для того чтобы ну допустим вы работаете с какой-то сторонней библиотекой и она например втихую хочет пойти и значит на какой-то удаленный сервер отправить статистику например вот а вы не хотите например чтобы ваш скрипт работал с сетью и поэтому denna как раз таки по умолчанию это и запрещает с помощью этих флагов что довольно-таки круто значит мы пишем allow.net fetch.ts нажимаю enter да прошло какое-то время но тем не менее мы получили ответ с сервера да то есть вот мы получаем этот джейсон мы можем убедиться в том что это тот же самый джейсон просто скопировав эту ссылку перейти в браузер ну и посмотреть что нам выдает браузер да то есть как видим мы получаем то же самое значение что и получили в консоли окей круто что если допустим мы хотим усложнить немножечко задачу и например вот этот url адрес мы хотим получить прямо из консоли для этого в дэна давайте мы его куда-нибудь скопируем например я сюда в комментарии вставлю чтобы постоянно иметь его на виду то есть наша задача сейчас сводится к тому чтобы данный url получать не прямо хардкодом в коде а получать его допустим из консоли для того чтобы делать разные запросы для этого в дэна присутствует глобальный объект который так и называется дэна и в нем допустим присутствует для того чтобы считывать параметры поле аркс который является массивом и нам нужен первый параметр ноль то есть мы даже можем немножечко иначе сделать допустим я создам переменную url которая будет забирать первый элемент массива аркс сюда мы передадим url и давайте посмотрим еще дополнительно в консоли на то что такое url допустим здесь я напишу making request to url равный и сюда мы добавляем url вы кстати можете меня спросить почему я пишу на английском хотя я говорю на русском но на самом деле все очень просто мне лениво переключать язык и на самом деле для того чтобы более успешно продвигаться по программированию старайтесь чаще использовать английский язык это просто будет как тренировка для вас дополнительная значит теперь давайте попробуем запустить заново наш скрипт допустим пока без параметров и мы здесь получаем undefined making request url равно undefined ну потому что действительно мы не передали никак этот url адрес давайте его скопируем и передается он крайне просто то есть я просто копирую и запускаю данный скрипт и после фича значит указывают параметр нажимаю enter и как видите мы здесь получаем консоль лог что мы делаем реквест на url такой то ну и мы получаем наш ожидаемый результат то есть если допустим мы хотим например третью тудушку получить я поставил цифру 3 сюда нажимаю enter да мы делаем уже отдельный запрос да и получаем id 3 у которой уже другой текст то есть это работает и с помощью этого глобального объекта дэна можно с этим взаимодействовать про глобальный объект дэна также написано подробно в мануале так прошу прощения не в мануале а в runtime API да здесь присутствует большое количество различных функций которые зашиты в стандартный объект дэна да который вы можете использовать тут есть много чего интересного сейчас я не буду показывать естественно все тут есть подробная документация тем не менее что я хочу вам еще показать сейчас как я и говорил что в дэна присутствует обратная совместимость с браузером то есть например как ни странно учитывая даже что мы пишем хоть и серверный код тем не менее мы можем использовать глобальный объект window и что более интересно мы допустим можем использовать стандартную функцию add event listener ну и например какое событие мы можем здесь послушать скажем событие load да используем здесь стрелочную функцию ну и допустим в консоль log я выведу сообщение ну например load внезапно более того мы также можем слушать допустим событие unload давайте посмотрим когда эти события у нас будут запускаться то есть я запускаю наш скрипт и мы видим что мы уже начали делать request ну на самом деле отработал вот это консоль log и после этого произошло событие load да то есть это некоторый такой жизненный этап вообще программы и когда скрипт наш выполнился то здесь мы получаем unload да то есть довольно таки удобно что мы можем использовать браузерный API прямо в серверном коде ну и например когда программа выходит мы можем там чистить какие-то процессы например или чистить данные то есть этим вы также можете пользоваться ровно как и такими вещами например как setInterval setTimeout и так далее они также присутствуют в DEN даже сейчас не буду тратить время чтобы их показывать что еще интересного я хочу показать хочу еще немножечко расширить понимание флага allow.net допустим значит мы можем не только разрешать программе делать какие-то запросы по сети да вот например таким образом а мы можем прям конкретно говорить по каким адресам можно делать эти запросы ну например я хочу чтобы эта программа имела возможность делать запросы только на вот json placeholder typecode.com то есть я его копирую и говорю что allow.net только по этому адресу нажимаю enter и видите все работает но теперь допустим если я скажем поменяю наш json placeholder например на да я уже сейчас правлю именно параметр url который передаю например на vk.com понятно что сейчас там нет такого тудус 3 тем не менее нажимаю enter мы видим что мы сразу получаем ошибку еще до того как вообще наша программа начала делать запросы потому что вот читаем ошибку network access то есть доступ по сети к pk.com не работает потому что мы явно сказали что мы можем делать запросы только на json placeholder typecode да если мы здесь допустим поменяем это все на vk.com то запрос будет отработан но естественно он будет некорректен так нужно немножечко поправить допустим допустим vk.com и да здесь мы делаем получается запрос уже на json placeholder то есть я не поправил но я думаю что вы идею поняли да что если мы сюда передаем какие-то определенные домены то тем самым мы можем еще больше ограничить то куда наша программа делает запросы да если мы оставляем просто на json placeholder то как видите все успешно работает и допустим значит у нас есть сейчас это дата а например что то если мы хотим записать это в файл как это вообще сделать с помощью дэна а давайте мы допустим возьмем наш скрипт den.ts или допустим создадим новый скрипт допустим files file.ts да и посмотрим что мы можем вообще записывать и как записывать в файл потому что это серверный язык в ноде мы это можем делать давайте посмотрим что может дэна и мы сразу же можем допустим пойти с каким нибудь интересным примером например посмотрим на дэна так доки мы отсюда убираем на third party modules значит здесь допустим я хочу генерировать qr-код на свой сайт пишу qr нахожу сразу же библиотеку qr-код значит здесь видно что мы импортируем библиотеку qr-код из дэна land уже не std а x да и x это означает некий редирект до third party библиотек значит ну в принципе можем это скопировать либо мы можем перейти сразу же в файл мод.ts это означает модуль копируем вот эту ссылку дэна сам поймет значит откуда ему нужно это брать давайте мы импортируем что-то из этой библиотеки где-то что-то называется qr-код и допустим мы сформируем qr-код для давайте посмотрим на документацию ну например для моего сайта то есть нам просто нужно в функцию передать то значение которое мы хотим сделать значит я здесь пишу qr-код мой сайт htps www владелем.dev да и здесь мы получаем некоторый имидж давайте посмотрим на то что такое у нас имидж консулок имидж и давайте запустим это все с помощью dana run файл называется file.ts здесь мы получаем некоторые promise который будет впоследствии содержать в себе base c4 да то есть учитывая что это работа с promise то здесь нам можно поставить await видите как удобно что не нужно писать асинк везде да пишу await снова запускаю и вот наша картинка для qr-кода теперь как нам допустим этот qr-код вывести ну например визуально мы можем допустим обратиться к дэна и вызвать функцию которая называется write файл значит здесь мы говорим в какой файл мы хотим это записать допустим файл называется будет владелем .html или давайте лучше назовем его qr-код .html и сюда мы передадим допустим в таких кавычках мы просто так имидж имидж сорс закрываем картинку и сюда мы передаем этот имидж значит это у нас тоже асинхронная работа да поэтому здесь мы пишем await давайте посмотрим значит давайте вначале очищу консоль чтобы было понятно что я здесь пишу clear и пишу dana run file.ts давайте посмотрим только что не так с этим да значит есть тут некоторая ошибка давайте пока оставим понятно что это не заработает но я просто поэтапно поясню в чем проблема нажимаю enter да и изначально учитывая что мы работаем в TypeScript мы уже видим что есть несовпадение типов и он не дает нам запустить программу это на самом деле круто да то есть мы не створили какую-то ерунду TypeScript нам сразу же сказал на самом деле действительно для того чтобы записывать что-то файл нам нужно это закодировать поэтому для начала я создам переменную encoder с помощью ключевого слова new и глобальный класс текст encoder и теперь допустим допустим значит я создам переменную data где я закодирую с помощью encoder вызываю у него функцию encode и сюда я передаю ту строчку которую хочу закодировать то есть таким вот образом и уже эту дату я буду записывать в файл то есть теперь видите что у нас нет проблем с типами и теперь мы можем продолжить значит я делаю clear и заново запускаю скрипт и опять у нас проблема но проблему эту уже мы видели потому что здесь написано permission denied и мы не можем записать что-то в файл то есть для этого нам нужен flag allow write поэтому ну это то есть другой permission который мы должны использовать давайте так и сделаем then run allow write и file.ts теперь все хорошо и мы видим что мы получаем здесь файл qr-code вот он наш html мы можем посмотреть на него в браузере open in default browser это у меня extension и вот мы получаем этот qr-код то есть если мы на него на него наведем там qr-код считыватель там или iphone то мы перейдем на мой сайт что довольно таки круто вот но это доказывает что вот мы спокойно взяли и записали это все в файл соответственно таким же образом мы можем и считывать эти файлы то есть ну например давайте создадим для этого допустим новый скрипт допустим я его назову read .ts а почему бы и нет давайте для рида мы допустим создадим какой-нибудь файл или круче если допустим у нас есть файл fetch.ts вот у нас тут есть какая-то дата давайте для этой даты как раз таки создадим какой-нибудь новый файл для того чтобы протестировать с ним вообще работу то есть для этого мы уже знаем что мы можем воспользоваться await den write файл значит файл у нас будет называться допустим data.json ну и сюда нам нужно закодировать этот json то есть мы можем так вот написать сразу же new text encoder создаю instance этого класса дальше вызываю метод encode и для того чтобы json именно записать в json нам также нужно еще здесь вызвать json stringify data иначе это будет объект иначе это работать не будет то есть вот мы сделали наш скрипт давайте попробуем найти запуск этого файла я просто стрелочку вверх нажимаю да сейчас если я запущу то это не заработает потому что нам также нужен флаг allow write давайте мы его добавим значит эти параметры они должны идти для команды run да поэтому я здесь ее пишу allow write так и вот мы получаем data.json где как раз таки мы записали те данные которые нам прилетели с сервером теперь для того чтобы сочетать этот файл в файле read.ts мы можем обратиться к den open название файла data.json здесь мы ждем пока den все это нам сделает и запишет все в переменную файл дальше нам нужно подождать пока den скопирует содержимое файла да то есть мы указываем что это файл в den допустим std out для того чтобы мы посмотрели его содержимое и после этого нам необходимо файл закрыть то есть файл close теперь если мы запустим den run read.ts то мы все равно получаем ошибку но мы уже знаем что с ней делать то есть нам нужно флаг allow read поэтому здесь мы пишем den run allow read и вот мы получаем определенную конструкцию то есть мы считали тот файл который мы сами и создали окей значит следующее что я хочу вам показать это тестирование давайте я создам для этого отдельный каталог допустим назову его testing и давайте я здесь создам какой нибудь простой файл допустим я его назову calc.ts здесь я буду экспортировать базовые функции допустим функцию сумм который будет принимать себе параметр а типа number параметр b типа number и вообще вся функция будет нам возвращать number здесь мы будем возвращать a плюс b ну и например функцию sub да то есть здесь мы будем просто вычитать эти значения две такие функции у нас будет и теперь я хочу протестировать данные функции то есть это к вопросу о том что в данном присутствует стандартный модуль тестирования значит здесь я создаю новый файл который назову calc.test.тест.тест пусть будет test и в тестах мы в общем то должны для начала импортировать то что мы хотим протестировать кстати если вы не знакомы вообще с темой юнитестирования то также на канале присутствует курс по джесту который очень похож на то что присутствует в дэна давайте для начала мы импортируем что то из функция calc и смотрите здесь я уже импортирую это не с удаленного сервера а с локального модуля но опять же такой импорт вызывает проблему потому что здесь нам обязательно нужно писать расширение .ts да и здесь мы импортируем две функции sub и sum дальше мы просто обращаемся к глобальному объекту дэна и говорим что мы хотим создать тест допустим calc functions значит здесь синтаксис таков что мы передаем сюда co-pack которым будем описывать непосредственно сами тесты то есть на самом деле в данном случае тут не тесты а один тест поэтому давайте здесь будем тестировать допустим sum function и вначале протестируем сумму мы вызываем просто эту функцию сюда мы должны передать два числа допустим сорок один и единицу мы знаем что мы получим здесь значение сорока двух это в принципе логично я запишу это все в переменную result и как нам проверить да вообще это то есть в gest например присутствует функция expect давайте посмотрим в стандартную библиотеку standard library тут присутствует поле testing и модуль называется asserts значит если мы посмотрим что он нам экспортирует он экспортирует функцию equal например assert или например assert equals давайте скопируем этот модуль значит импортируем что-то из asserts и нас интересует функция assert equals equals дальше мы просто ее вызываем и говорим что нас интересует result который должен равняться естественно 42 и для того чтобы все это дело запустить мы просто напишем команду denotest то есть дальше он просто найдет все файлы с расширением .test и запустит их смотрим да все один тест у нас пройден давайте то же самое протестируем функцию sub значит subtract сокращенно допустим мы из 43 будем вычитать единицу я думаю что идея просто тут ясна и естественно также хотим получить здесь 42 давайте запустим denotest вот у нас два теста пройдены допустим если мы здесь скажем допустили ошибку давайте посмотрим падают ли тесты да тесты падают то есть давайте посмотрим ожидалось 40 точнее пришло 42 мы ожидали 421 что в принципе некорректно но я думаю что это легко поправить если мы запустим тесты как видите все работает то есть таким образом а довольно таки просто можно тестировать и дальше вы можете посмотреть какие функции здесь вообще присутствуют и что с помощью них мы можем делать на фоне этого я также хочу еще рассказать про версионов этих пакетов потому что понятно как версионность работает в нпм например но как это взаимодействует с данным здесь мы можем посмотреть вот на эту вкладку то есть текущая версия это 0 53 и 0 и допустим мы хотим прям специфическую версию для пакета тестирования ну например как нам это сделать или например то же самое можем использовать для там того же дает тайма например то есть тоже стандартная библиотека и и как нам обозначить что мы хотим именно специфическую версию для которой кстати текущая версия да и тайм это тоже 0.53 видимо это версия вообще для всей стандартной библиотеки то есть как нам ее обозначить на самом деле все очень просто давайте все таки это на тестах проверим потому что чуть меньше импорт я просто возьму скопируют импорт и например я говорю что мне потребуется да то есть я с помощью собаки указывают ту версию которая мне нужна 0 53 0 версия да если мы сохраним и запустим опять же дано тест как видите все работает да если мы хотим другую версию какую то соответственно и версию мы здесь укажем другую но что если у нас присутствует большое количество различных файлов в которых мы тестируем что-то и на самом деле довольно таки безумно каждый раз прописывать вручную эти версии потому что если мы захотим их поменять нам придется изменять большое количество файлов то есть как нам быть с этой ситуацией есть очень элегантный выход если мы допустим берем и создаем какой-нибудь файл допустим я назову его dependencies точка здесь без разницы что писать допустим пусть будет TypeScript и в одном файле dependencies я кстати очень надеюсь что я его корректно здесь написал мы берем и импортируем допустим функцию assert equals но синтаксис из ES6 импорт позволяет нам сразу же это экспортировать таким вот образом и получается что у нас есть одна точка входа где мы один раз обозначаем какую-то версию и дальше мы работаем уже в этом файле то есть это не какой-то package.json который автоматически делается это мы сами управляем да и соответственно всю стандартную библиотеку если нам нужна для нее специфическая версия мы вот таким образом и указываем а соответственно здесь для того чтобы assert equals этот получить мы импортируем его уже из файла dependencies.ts да и функция называется assert equals если мы запустим опять все это как видите все работает окей и давайте теперь немножечко тренируемся на дэна потому что мы рассмотрели базовые модули какие-то возможности давайте попробуем написать какой-нибудь простой REST API сервер да который будет вообще показывать как все это работает для этого я создам новый файл допустим я назову его REST.ts и здесь мы как раз таки попробуем поработать с REST как ни странно но для этого мы не будем использовать стандартный модуль HTTP который мы рассмотрели для этого мы посмотрим на другой модуль который присутствует в DEN он находится в third-party modules и называется он OAK здесь мы видим что это middleware фреймворк для DEN HTTP сервера который включает роутер middleware в общем то штука это такой гибрид между COA и экспрессом который вы очень хорошо должны знать и в принципе здесь есть примеры того как все это использовать давайте сразу же напишем импорт то есть мы импортируем application с данного адреса и мы можем сразу же создавать объект app через new application значит дальше если мы посмотрим то вот мы его создали для того чтобы его запустить мы можем просто написать app listen то есть синтаксис пока что очень похож на экспресс значит давайте напишем здесь await app listen и здесь нас интересует порт допустим 5000 но логично вынести порт в отдельную переменную да чтобы это не был хардкод то есть здесь где-нибудь я напишу const порт равно 5000 и учитывая что ключи значения совпадают то вот мы можем оставить такую красивую запись дальше я в консоли напишу что app has been started on port сюда я могу вывести динамический порт ну и там поставить многоточие наверное без пробела все то есть мы сделали наш первый сервер давайте попробуем его запустить значит dana run rest.ts мы получаем здесь сразу же ошибку потому что не найдено никакого middleware потому что нам необходимо сразу же создать роутер давайте мы его импортируем роутер и создадим его где-нибудь здесь то есть конст роутер равно new роутер ну и как и в экспрессе мы берем и пишем что с помощью функции use мы этот роутер добавляем для нашей middleware но единственное что так это не работает видите тут появляется ошибка если мы просто передаем роутер здесь нам необходимо вызвать функцию routes таким образом теперь если запустим мы все равно получаем ошибку потому что нам необходимо добавить флаг allow net давайте мы его добавим allow net так и пока непонятно значит заработал ли наш сервер не заработал возможно консоль лог нужно повыше поднять давайте проверим пока не работает то есть нам дальше необходимо добавить определенные обработчики давайте это сделаем допустим мы обратимся к роутеру ну и например нам нужно обработать метод get например по слэшу значит здесь синтаксис такой что очень похож на экспресс да мы получаем какой-то роут говорим какое обрабатывать и дальше передаем callback единственное что параметр немного отличается он больше похож здесь на код то есть мы тут получаем некоторый объект контекста но я сразу же заберу здесь нужные мне значения например респонс респонс для которого я сразу же могу обозначить тип например респонс тип и для того чтобы что то вернуть если мы написать респонс базе равно hello библиотека называется ок почему бы и нет перезапускаю процесс обновлять страницу и вот мы получаем hello оак это означает что мы успешно запустили сервер а концу и лог нам необходимо просто повыше поднять окей но вообще это и пока что не очень весело потому что мы просто значит делаем не реста пи сервиса просто какой то сервер во всяком случае он нам отвечает давайте попробуем поработать с данными пока я не буду сюда подключать базу данных да потому что все это еще немного сыровато плюс тем уроку не об этом поэтому я создам просто массив users и это будет массив давайте учитывая что мы работаем в тайп скрипт то мы сразу же можем описывать какие то типы давайте для этого я вообще создам отдельную папку назову ее rest и вот этот файлик оставлю процесс rest я перенесу в папку rest для того чтобы все необходимое лежало у меня вместе а в консоли я перейду в папку rest да для того чтобы с ней работать и здесь допустим я могу создать новый файл который назвать например interfaces .ts и здесь описывать уже интерфейсы которые сразу же буду экспортировать экспорт интерфейс допустим user ну и у него будут определенные поля например идти типа стринг и например поля name то есть мы упростим очень задачу типа стринг мы говорим теперь что массив users это массив состоящий из объектов типа юзер да то есть кстати если вы не знакомы с этой скрипт то также на канале есть два подробных ролика которые по сути теорию я рассказываю про него ну и давайте сюда добавим по классике несколько человек допустим айди 1 иные у него будет как ни странно владелин и вот у меня многие спрашивали я добавлю еще одного пользователя конечно же елена нет это не моя девушка не моя мама не просто имя вот это захотелось писать окей у нас есть массив юзерс и мы хотим это как бы наша база данных импровизированная мы хотим с ней взаимодействовать каким то образом то есть давайте напишем для этого опишку обычно опишки начинаются с аппи и учитывая что мы работаем с ростом кстати по которому у меня тоже есть подробный курс делаю референс потому что многие кто приходит на канал еще не знают сколько материала уже на канале есть а тут действительно многие темы я уже охватил и более подробно рассказываю про них в специфических роликах то есть допустим мы делаем API слэш юзерс и что мы хотим вообще вернуть здесь вместо этой строчки мы допустим хотим вернуть объект у которого будет просто массив например юзерс да то есть тут можно добавлять еще различные вещи такие как например статус там типа какой-нибудь то есть success например там true да что запрос был успешный но я буду сейчас все упрощать просто буду сюда передавать массив юзерс в специфическом объекте и более того мы также можем еще взаимодействовать со статусом говорить что вообще то все у нас хорошо и статус 200 видите давайте теперь запустим дэна значит ран да мы сейчас работаем в папке rest поэтому здесь мы просто пишем run allow net и файл называется rest.ts запускаю сервер был запущен значит если я просто обновлю страницу то как видите ничего не работает логично потому что мы rest service тут организовали и для того чтобы все протестировать я буду использовать программу postman потрясающая программа для как раз таки backend разработки здесь ну то есть вы просто можете прогуглить постман скачать его она бесплатно и для вашей операционной системы ее поставить значит здесь мы делаем new request давайте назовем этот request допустим будет get и здесь нам необходимо создать коллекцию допустим я назову ее dena создаю эту коллекцию save to dena вот я получаю эту коллекцию и get request значит и здесь я хочу протестировать get запрос пишу что меня интересует http localhost port 5000 slash ap slash users нажимаю send и вот мы получаем такой ответ то есть get запрос мы успешно осуществили значит что мы делаем дальше первый get запрос мы сделали дальше по сути мы можем зачинить то есть снова вызвать метод get например и сказать что мы хотим получить специфический какой то пользователь да то есть также нажимаем нажимаем запрос и здесь мы указываем динамический параметр например идти и также указываем колбак и тут уже нам потребуется ну естественно не весь контекст а во первых объект респонс тоже давайте сразу же будем описывать тип то есть с помощью объекта респонс мы возвращаем какие то данные и также нам тут потребуется еще поле парамс парамс мы также можем описать что это будет у нас объект у которого будет поле айди равняется стринг то есть парамс на самом деле это объект в котором содержится вот эта вот строчка ну и учитывая что здесь я написал айди ту и здесь также я пишу айди единственное что этот вот интерфейс мне каждый раз не очень хочется прописывать поэтому давайте мы его создадим тоже отдельно в интерфейсах экспорт интерфейс допустим контекст да и у него будет объект респонс типа any и допустим парамс причем парамс я сделаю необязательно он будет типа айди стринг да потому что не везде мы будем использовать эти параметры ну и теперь мы можем упростить себе задачу здесь просто использовать контекст да не забываем что нам бы вообще по хорошему его импортировать здесь контекст так и здесь аккуратненько тоже пишем контекст да пока что парамс мы не используем но значит в чем заключается идея этого метода get в том что мы хотим получить определенного пользователя по этому айди да это означает что мы создаем некоторого юзера причем у него специфический тип это юзер или undefined да по той причине что мы можем и не получить этого пользователя при отсутствии такого айди дальше мы обращаемся к нашей базе данных импровизированный юзерс где на каждой итерации мы получаем объект пользователя и говорим что его айди должен равняться парамс айди тут есть какая-то проблема с типами давайте мы назовем его допустим ок контекст сохраним ведь будем импортировать ок контекст так все равно он не хочет пока с этим контекстом делать но окей давайте пока не будем заморачиваться с типами значит пускай он будет окей здесь мы просто напишем что мы ожидаем респонс типа они не проблема респонс они парамс тип айди стринг то есть окей если он хочет так пускай будет так и мы ищем пользователя и дальше спрашиваем что вообще если такой пользователь у нас есть да то есть он у нас не undefined нет то тогда мы говорим что респонс статус у нас равняется 200 и респонс бади у нас будет равняться допустим также пользователю а иначе мы будем говорить что респонс статус у нас равняется 404 то есть пользователя мы не нашли и респонс допустим бади равно массаж юзер нот фаунт а теперь запустим сервер попробуем кого нибудь найти значит отправляем запрос на пользователей вот мы их находим если мы хотим допустим найти владелена то есть первый а айди вот мы получаем айди 1 да если мы что прописываем 2 мы получаем елену если мы прописываем здесь 4 массаж юзер нот фаунт супер это работает теперь мы get можем свернуть давайте теперь попробуем создать какого нибудь пользователя для создания в ресте мы используем пост api users да без параметров здесь мы значит прописываем callback где мы прописываем что нас интересует респонс 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 и в первую очередь здесь то есть когда мы обрабатываем этот пост нам необходимо получить какие то данные из запроса для этого мы используем другой параметр request из контекста тоже давайте опишем его тип request тип any да то есть очень похоже на экспресс middleware опять же да потому что там был раз да и по сути здесь мы тоже вот описываем их целиком и дальше в первую очередь нам необходимо получить значение body из этого реквеста то есть мы пишем body равно await request body для того чтобы получить эти значения но здесь уже мы получаем ошибку с await потому что мы уже находимся в функции да не на верхнем уровне поэтому саму функцию нам нужно сделать асинхронной дальше мы можем спросить что если в request has body ничего нет да то есть это другой параметр а то вообще мы пользователя создать не можем да по этой причине мы можем сказать что респонс статус равняется 400 да то есть ошибка на неправильные данные вы можете посмотреть статус кода ну и например сказать что респонс body равняется допустим message invalid например data если же в body что то есть то тогда мы создаем нового пользователя значит const user равно здесь мы должны обратиться к тому body который мы получили но на самом деле у него присутствует поле value и давайте сразу же укажем явно тип что это у нас будет тип юзер более того юзеру нам необходимо добавить еще и айди но там добавлять его вручную не очень интересно мы можем обратиться к стандартной библиотеке дэна и тут присутствует модуль который называется ее айди вот написано как его использовать то есть мы импортируем допустим в 4 айди и дальше вызываем функцию дженер и для того чтобы создать вообще этот айдишник а поэтому здесь мы импортируем и говорим что в 4 нам нужно вызвать метод generate для пользователя дальше обновить нашу базу то есть с помощью метода push сюда засунуть этого пользователя ну и например сказать что response статус равняется 201 да что то было создано и давайте допустим вернем всех пользователей или допустим только нового созданного пользователя response body равняется user окей давайте протестируем значит пока что если мы получим всех наших пользователей то вот они а тут есть всего два элемента теперь мы хотим отправить пост запрос по этому адресу дальше переходим в body raw выбираем здесь джейсон и говорим что мы хотим создать естественно нового пользователя с ключом name и у него будет имя Игорь нажимаю send и в ответ мы получаем пользователя у которого есть имя name и вот этот id который мы сгенерировали теперь кстати если мы получим всех пользователей нажмем send то вот он присутствует у нас в массиве базы данных что довольно таки прикольно давайте допишем еще два запроса допустим метод put который позволяет модифицировать какого-либо пользователя api users нам нужен id по которому мы будем это все модифицировать здесь мы описываем callback где мы получаем params response и тут нам потребуется еще и request то есть давайте мы скопируем тип params id string значит и здесь нам по сути также нужно будет получить баде да потому что в пути мы обрабатываем какие-то данные и меняем соответственно базу данных то есть мы пишем const body равно await request body функцию вызываем и делаем ее синхронной перед этим кстати мы вообще можем проверить а есть ли такой пользователь то есть const user у него есть специальный тип user или undefined мы пробегаемся по нашей базе с помощью метода find и проверяем что если user id равняется params id то тогда такой пользователь есть но он может быть undefined поэтому здесь можем проверить что если user есть да то только в том случае мы будем получать body чтобы не выполнять лишний синхронный запрос а иначе точнее не запрос даже а действия а иначе если пользователя нет то тогда мы можем просто сказать что что response статус равняется 404 пользователь не найден и response body равняется объект message допустим user not found если же body у нас присутствует то тогда мы можем модифицировать нашего пользователя сделать мы это можем разными способами то есть либо мы можем найти индекс этого пользователя либо мы можем с помощью оператора преобразовать вообще весь массив юзерс все равно нам нужно делать итерацию поэтому в принципе какая разница единственно что мы раз его преобразовываем то меняем конст на да и здесь мы пишем users map да то есть map он преобразовывает и возвращает новый массив на каждой операции мы возвращаем пользователям ну и дальше спрашиваем что если уходим итерируемый пользователь равняется юзер айди здесь я могу использовать тернарный оператор то есть если он равняется то тогда нам нужно его изменить да и здесь мы берем и им с помощью спреда разворачиваем допустим этого пользователя или юзера неважно и разворачиваем боди в белье а иначе мы просто вернем здесь не измененного пользователя ну и все и дальше мы просто говорим что response статус равняется 200 и response body равняется давайте вернем весь массив пользователей значит запускаю сейчас у нас если по методу get будет опять же наш старый массив давайте допустим метод так а где ага метод put допустим будем использовать допустим мы хотим преобразовать елена да то есть айдишник второй ставим ну и баде допустим пусть мы поменяем его на игоре нажимаем send и вот мы получаем в ответ всех наших пользователей но видно что теперь уже елена стала игорем в принципе то что мы хотели сделать и последнее что мы хотим обработать в полноценного растопи это конечно же метод delete вы кстати сами можете его написать по аналогии вот но давайте это уже на ваше усмотрение я просто покажу как это сделаю я здесь мы также получаем парамс и реквест больше нам тут ничего не нужно и дальше говорим что какие типы у него есть да у парамс это объект у которого есть поле идти по стринг а объект не реквест а респонс тут нужен ответ а респонс это будет тип они и по сути здесь мы также можем найти юзера который нам нужно удалить либо мы можем вообще сделать проще сразу же преобразовать массив юзерс юзерс равно юзерс фильтр ю значит и ю айди он не должен равняться парамс айди а то здесь можно сделать более сложную проверку типа если пользователь есть мы его удалили если нет нет но мы просто его удалим даже если его не было и значит просто вернем респонс статус равно 200 и респонс байди равно юзерс вот так вот вы можете дописать этот метод я думаю что просто по аналогии уже понятно как бы что здесь нужно делать давайте посмотрим значит преобразуем опять нашего нашу нашу елену в игоре допустим добавим теперь елену да здесь мы убираем эту штуку нажимаем send теперь допустим получим всех пользователей да вот у нас такой массив и теперь мы возьмем и естественно удалим игоря то есть здесь мы называем этот делит и нас интересует второй айдишник нажимаю send вот мы игоря удалили то есть видно что все прекрасно у нас работает с этим ростом и мы его успешно осуществили понятно что теперь на основе этих данных мы можем спокойно там допустим какой-то интерфейс для него рисовать пока виднеется одна небольшая проблема что у нас все находится в одном файле потому что это все таки у нас быстрый курс тем не менее мы можем это все дело конечно же декомпозировать например мы можем создать отдельный файл скажем router .ts давайте мы импортируем router application нам тут не нужен значит создадим объект роутера new router и будем его экспортировать я его экспортирую таким вот образом люблю именованные экспорты значит тут мы его можем удалить здесь мы этот роутер импортируем router from router и вот все вот эти вот вещи я возьму и перенесу в непосредственно роутер пока что тут нет юзеров но тоже вот такие вот функции здесь вставлять не очень красиво то есть вообще это должна быть функция контроллера поэтому почему бы нам также не создать контроллер .ts и здесь не экспортировать просто обычные функции можем их как константы обозначать допустим для получения всех пользователей мы функцию назовем get users и дальше мы берем просто и вот эту функцию отсюда удаляем и переносим вот сюда так здесь нам нужно это обозначить как стрелочную функцию да судя по всему это хорошо теперь сюда мы просто передаем get users да и эти функции мы будем импортировать из контроллера его можно назвать контроль . тс get users да и вот так вот мы обозначаем эту функцию а теперь это будет все немного нагляднее единственное что у нас опять есть проблемы с непосредственно пользователем но во первых мы можем этот интерфейс вынести в сразу же контроллер и нашу импровизированную базу данных мы также можем вынести в контроллер да потому что мы именно тут с ней работаем давайте поправим наш главный файл то есть здесь у нас точка тс должно быть в 4 мы перенесем в соответствующий файл в контроллер и по сути теперь наша задача сводится к тому чтобы перенести оставшиеся функции то есть теперь у нас должен быть экспорт конст get user да уже отдельный и он у нас равняется вот этой функции которая заканчивается вот здесь здесь мы пишем get user вы видите она сама импортировалась и сюда мы просто заносим это значение теперь теперь метод пост он позволяет нам создавать пользователя это уже асинхронная функция поэтому я еще вот так вырезаю давайте мы ее создадим здесь экспорт конст create user равно это асинхронная функция то есть все мы оставляем здесь без изменений ну и соответственно здесь мы пишем create user тоже она импортировалась update user да то есть мы тоже берем это все вырезаем создаем функцию экспорт конст update user тоже ее сюда переносим ну и соответственно delete user давайте назовем ее remove user экспорт конст remove user равно вот эта вот функция которую мы также возьмем и опишем remove user и теперь получается что наш роутер он стал действительно роутер то есть он довольно таки красивый получился при этом мы сразу же видим да какие мы запускаем функции по каким адресам ну и в контроллере тоже соответствующие функции прошу прощения которые просто делают определенную логику да то есть если мы посмотрим есть ли какие то ошибки пока их нет допустим мы метод get сделаем да все работает то есть вот мы получаем елену получаем нашу базу и как видите данный rest работает на этом друзья я хочу подвести итог данного курса по дэна то есть видите в принципе если вы знакомы с node.js то здесь для вас не будет никаких больших сюрпризов относительно того что это там за новая технология в принципе тут есть своя специфика но она довольно таки простая при этом концепты которые нам предложил Ryan Dahl довольно таки интересны и посмотрим что с этим будет в будущем то есть вы можете с этим поиграться можете попробовать написать там свой код и в принципе увидеть удобно ли вообще с этим взаимодействовать но я могу сказать что то что я уже поработал с дэна пописал свой код пописал тесты написал 1 сервис в принципе это выглядит довольно таки удобно и потенциально у этой технологии есть будущее поэтому друзья если вам подобный контент был интересен если вам было полезно узнать что такое дэна то есть это вообще совершенно новая технология и мне тоже потребовалось какое то время чтобы ее понять чтобы научиться на ней писать если вам такое полезно то поставьте пожалуйста лайк под этим роликом подпишитесь на канал посмотрите какие ролики еще на канале есть потому что здесь много чего очень интересного присутствует в том числе и по TypeScript и JavaScript ну а мы с вами увидимся уже в других видео пишите в комментариях что думаете по этому ролику до встречи субтитры